Только что вылезло уведомление про скорость. Это похоже с поездки в Барнаул. Ну а что делать, если по трассе знаки 70 везде, по Новосибирской области? Чего смеяться-то? Киев 70. Где нет камеры, естественно, ехали побыстрее. Но так по городу, естественно, всегда соблюдаю скорость. Всем привет! Сегодня пятница, 8 октября. Время 10 часов утра. Я уже помыл машину. Я уже сделал два заказа. Заработал тысячу рублей. И заправил машину только что. Теперь у меня 13 баллов приоритета. Я нахожусь на петухах. Отсюда по каплю свою бизнесу я вряд ли уеду. Поэтому сейчас поеду, скорее всего, даже пустым, в сторону Маркса. Пробки... Сейчас скажу, сколько баллов. Где тут посмотреть-то? Пробки, ага. Все. Пробки, 4 балла. Надеюсь, до Маркса доеду я быстренько. А может быть, даже здесь что-то поймаю. Сейчас выйду на линию, будем смотреть. Многие в комментариях писали к прошлому видео про то, что я рассказываю, как я купил машину. Ну, вернее, то, что я купил машину, рассказал, да, там чуть-чуть ее показал, то, что сдал Камрюху. Многие пишут, спрашивают про условия кредитования, про по чем взял. То есть, ну, вот это вот все, короче, поподробнее. Обязательно расскажу про это все чуть-чуть попозже, наверное, в конце видео, скорее всего. Потому что сейчас поехал работать. Нужно зарабатывать денежки, хочется кушать, хочется за кредиты быстрее платить. Ну, в общем, все как у всех. Поэтому я поехал. Вам спасибо за комментарии, за поздравления. Мне очень приятно, честно. Пишите побольше комментариев. Огонь вообще. Я поехал работать. Вам приятного просмотра. Хотите прикол? Сейчас захожу в профиль. Тариф. И у меня горит один тариф. Бизнес подпишет, машина не подходит. Хотя мне пришло сообщение. Ставлю скриншот сейчас, да, сюда. С левой стороны. То, что машина подходит в бизнес. То, что я прошел проверку, и все, огонь. Что за дела непонятно. Сейчас буду написать в поддержку. Напишу в поддержку, как парк. Они быстрее ответят. Либо попробую вообще сейчас перезагрузить приложение. Потому что, может быть, все глючит из-за того, что я... Ну, только фотоконтроль прошел еще. Еще, может, не раздуплилось. Ну, короче, странно. Я думаю, почему у меня только КПлюс летит? Вот оно что. Ну, сейчас узнаем. Раз у меня пока рамсы, короче, с бизнесом. Яндекс мне что-то мозги пудрит. Пролетел заказ по КПлюсу. В Кольцово. Ехать 40 минут. Вот. Я надеюсь, за это время что-то с бизнесом уже придет. Ответ какой-то порешается. Потому что стоять тоже просто так не дело. Приехали в Кольцово. 47 минут. 743 рубля. У меня сегодня день долгих поездок какой-то получается. Сейчас поездка прилетела на Академическую улицу. Академическую улицу. Я даже не знаю, где это. Но, судя по всему, это где-то в Академии похоже. И пишет ехать минут 40 туда. Сейчас вот заберу пассажиров. Или пассажиров. Не знаю. Уедем. Должно по цене затопить нормально. Приехали в Академ. 38 минут. Чуть не доехали и попросили здесь остановиться. Да, пересчитается. 700 рублей. С ожиданием. Как он так пересчитывает, непонятно, конечно. Еду в сторону центра. Прилетел заказ. Не знаю, эконом, не эконом. Комфорт, не комфорт. Скорее всего, эконом. Потому что с Матвеевки, по-моему, 44 минуты ехать. И куда-то в центр. Ну, не в центр. Туда. В город, короче. Там платная подача, все дела. Но это то, что мне нужно. Поэтому уедем. Ну, вот тут я уже даже не знаю, как сказать. У меня осталось минуту на подъезд. На подъехать. Минута. И я успевал, между прочим. Не опаздывал. Не знаю. Ох, блядь, эконом. Какой эконом. Прилетел еще один заказ. Не знаю, эконом это или не эконом. Опять не писалось. Но я думаю, что эконом, скорее всего. А уже на Никитина. Значит, доехать. Теперь у майки будет на Никитина. Я думаю, рублей 200. Что-нибудь такое получится. Ну, хоть не совсем пустым. Не так обидно. Конечно, вот сейчас вот эти вот. Кто отменил заказ нехорошие людишки. Когда я уже к ним подъехал практически. Это как бы нехорошо. Ну, ладно. Зачем портить свою нервную систему? Едем, слушаем музыку, кайфуем. 32 минуты. 32 минуты. Считаю, минималка по бизнесу. Отличненько. Прилетел заказ по К-плюсу. Сегодня день К-плюсу получается. В обе поедем. Приехал в аэропорт. Почти в аэропорт. Вот перед самим аэропортом гостиница. Но это зона аэропорта. Вот. Поездка огонь. Получается, по безналу 576 рублей. И чай касать. Приятный. Еще прикол. Пишет в очереди. Бизнес К-плюс. А у меня также стоит тариф один только. К-плюс включен. Потому что пишет, бизнес еще недоступен. Сейчас покажу тут. Просто выезжают. Домой кидают буквально 2 секунды здесь. И покажу. Куча народу вообще в аэропорту. Куча машин. Время полпятого. Я надеюсь, что скоро прилет. Сейчас тоже посмотрю про прилет. И вот у меня получается тариф. Бизнес также недоступен до сих пор. Сделал пока всего 6 поездок. 3-4. Но все поездки длинные. Дальние. И. Как бы пробег уже наверное 150 км я намотал за сегодня. Как бы не 200. Пролетел заказ аэропорта. Пока плюс. Но есть вероятность, что кто-то просто балуется. Тут ехать 9 минут. И что-то мне подсказывает, что это сделано специально, чтобы выкинуть из очереди. Конечно. Такой заказ брать. Зря, конечно. Потому что я сейчас его скорее всего отвезу. И в очередь я встать опять не смогу. И придется ехать пустым. Посмотрим, сколько этот заказ будет стоить. И. Ну прав ли я, что кто-то балуется. И что я потом не смогу в очередь встать. Я надеюсь, что все-таки я смогу вернуться в очередь. Если это не балуются. А если это балуются, то следует кому-нибудь по башке она стучать за такие приколюхи. 6 минут. К плюс с аэропорта 225 рублей. Охренеть. И будет пипец и слечится, чтобы в очередь встать не смогу. Надо рвать быстрее обратно в зону. Чтобы встать в очередь в аэропорту. Встал я обратно в очередь в аэропорту. Конечно, этого не стоило. Хотя места остались те же самые. Как я стоял. Ой, что телефон не уронил. Как я стоял, так и осталось стоять. На тех же местах. Пролетел заказ по К плюсу. До центра с аэропорта. На 7-й машинах ехать. Порядка 40 минут. Я думаю, что за час уложимся. Стартуем. Бизнес мы так и не открыли. Обидно. Приехали с аэропорта. 40 минут 529 рублей. Ну, конечно, не стоило этого ожидания. Но зато человек приятный попался. Сейчас потрещали, поугарали. Про наши дороги. Что там по бизнесу там не открыли, не открыли. Похоже, до сих пор не открыли. Интересно, хоть до завтра решится вопрос. Потому что так-то по бизнесу заказы интереснее вечером, чем по К плюсу. 8 минут. К плюс. 280 рублей. Ё-моё. Меньше минималки по бизнесу. Яндекс, давай быстрее мне бизнес открывай. Ну, что такое-то? Яндекс, давай раздупляйся. Капец. Капец. Прилетел заказ по К плюсу на Высоцкого. Ехать 28 минут. Ну, что. Это уже второй или третий заказ пролетает с дальней подачей. Вернее, подача близкая. С дальней поездкой. С дальней конечной точкой. Но, может быть, хоть цена будет адекватная. Потому что сегодня заработал на что-то прям мало. Денюша. Хочется больше. Поэтому вот. Ой, как все ярко. Поэтому сейчас еду до клиента. И потом вам покажу, сколько все вышло. К плюс. 28 минут. 360 рублей. Ой. Как больно-то мне больно. Ладно, ничего. В принципе, нормально. Конечно. Поискнулись вот практически минималка. Но ничего. Мне сейчас прилетело сообщение от Яндекса по смс. То, что они все исправили. Это, скорее всего, после звонка. То, что я позвонил. А не то, что я как парк писал. Вот они, кстати, плюхи. Хорошего статуса. Что можно им позвонить. Тарифа. Бизнес. Отлично. Теперь можно ехать работать. Теперь кайф. Теперь надо добраться до центра. Ребятушки. Вот это уже поинтереснее. Бизнес. До центра. С Высоцкого. Отсюда здесь нахожусь. Вообще шикарно. Шикарно. Вот это будет. Я не знаю, что по цене, конечно. Но это будет явно интереснее, чем я до этого ехал. Чем я ехал сюда. Вот. Отлично. Не зря позвонил в Яндекс. Не зря катал до золота. И теперь у меня есть номер Яндекса. Куда звонить? Я знаю. Бизнес. 25 минут. Первый бизнес за сегодня. 525 рублей. Вот это я понимаю заказы. Вот это уже другое дело. Не то, что К+. Возить по 360 рублей за час. За полчаса поездки. Шикарно. Приехал домой. Время 11 вечера. Без 15. Сегодня получился прям такой максимально непонятный для меня день. Кайф работать на своей машине. Но опять же. Так как Яндекс что-то начудил. И получилось так, что мне бизнес не включили. Писал через парк в Яндекс. Они до сих пор мне так и не ответили. Писал еще днем. Даже утром. Ответа до сих пор нет. До сих пор не могу понять, что там не так. В итоге. Так как у меня золото. Я смог позвонить в Яндекс. И они мне за буквально 5-10 минут решили вопрос. То есть вот поддержка водителей работает быстрее, чем поддержка для парков. Первый раз с таким столкнулся. Но что делать. Как есть, так есть. Короче. Вообще просто сегодня весь день катал К+. В принципе это неплохо. Сделал я сегодня 11 заказов. Один из них эконом. Потому что я возвращался с Академа. Попался только эконом. И один из них бизнес. Последний самый заказ. Получилось по бизнесу. Я кайфанул. 20 минут там 30 почти. 500 рублей. До этого я уехал. За те же самые 30 минут. Только 360 рублей. Вот она разница. Особенно когда купленная смена. Прям чувствуется. Эта разница прям хорошо чувствуется. Получилось отработал, что я 13 часов. По заказам заработал 5500. Если брать в учет то, что сколько мне чая оставили. Мне мужичок оставил чай просто косарь. Положил. Прикольно. Если брать с учетом чая, считать. То за 13 часов у меня получилось 6500. Это 500 рублей в час. Ну, блин. Неплохо. Конечно, для К+, но печально для бизнеса. Поэтому завтра будем кататься уже с бизнесом. Будет полегче, поинтереснее. По машине проехал я по спидометру, одометру. Проехал до 50 километров. По Яндексу проехал 169 километров. Дальние поездки сегодня были практически все. То есть много дальних было. Расход машина показывает 9,2. То есть, ну я так понял, это смешно. Потому что я ездил в Академию, в порт ездил. Поэтому... Ой. Рука уже затекла. Ездил в порт, поэтому расход такой. Но, в принципе, прикольный. Расход нормальный. 9,2 литра. Терпимо. Терпимо. При учете в том, что можно заправлять 92-м. Но, блин, у нас такое качество бензина, что 95-й это такой себе. А 92-й еще хуже. Поэтому будем заправляться 95-м. Получилась такая вот смена. Еще многие писали, спрашивали про машину. Сколько взял, за сколько взял, за сколько оценили икса. Так, быстренько, вкратце расскажу. Потом, если будет интересно, запишу отдельное видео, где покажу машину полностью. Снаружи, снутри, там, расскажу подробнее про салон, где брал. Короче, взял на 7 лет. Это прям конские условия. Но платеж по 45. То есть, можно было взять, конечно, поинтереснее условия. Но, опять же, так как у меня маленький первоначальный нанос получился, Бэху оценили не очень. Суммарно, там, плюшек, да, получилось. Ну, как плюшек, суммарно Бэху оценили в 360. Продать ее мог за 400, конечно, но это надо было ждать, там, кого-нибудь. А так, получилось, 360 они мне, грубо говоря, скидку сделали на новую машину. Ну, там, каска, там, габ-гэп, как он правильно называется, там, про то, если вдруг выплата будет по каске, что в течение года замораживает цена на машину. И вот, там, если вдруг будет выплата, то будет полностью стоимость покрыта. Там, какая-то помощь на дороге, то есть, куча всяких всего там допов, да, там, сигналка в машине, коврики, что-то там еще. Вот, в итоге платеж по 45 на 7 лет. Естественно, я не хочу платить все 7 лет, я хочу быстрее раскидаться с этим, поэтому мне нужно работать еще усерднее. Вот, как-то так. Надеюсь, ответил на все вопросы. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Я пошел спать. Ну, ничего не спать, отдыхать. Всем спасибо за просмотр этого видоса. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.